Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом. Роумджампинг. Поехали! Я хочу с вами поделиться своими впечатлениями от роумджампинг. Прыжки с моста с резинкой. Это произошло примерно в середине сентября. Дело в том, что около года назад я проходил известный мужской тренинг, который называется «Спарта. Первый шаг». Одним из упражнений, которые мы проходили, было преодоление страха. Я не могу сказать, какой страх тут преобладает. То ли страх высоты, то ли страх смерти. Не важно, какой именно там страх, важно то, что прыгать ты реально боишься. Если начать это обдумывать, то мозг тебе советует свалить подальше оттуда. Именно там и зарождается страх в мозге. Ты вроде как понимаешь, что ничего с тобой не случится, но это не помогает. Ты привязан к резинке, которая может выдержать тонну веса. У тебя есть страховочный трос, но ты все равно боишься. Это именно те инстинктивные страхи, которые помогли нашим предкам выжить. С эволюцией человека эти страхи никуда не ушли. Они до сих пор служат нам, и именно благодаря им мы живы. Мы с опаской идем через стройку и поглядываем наверх, так как может свалиться на башку кирпич. Мы с опаской лазаем по высоте, потому что боимся сорваться и погибнуть. Мы с опаской идем по темной подворотне, где стоит толпа лысых гопников, и готовимся на случай, если они кинутся. Все это мы делаем, потому что хотим жить. Не хотим физических травм и увечий. Роуп-джампинг как раз дает тебе этот страх. Если ты его перешагнешь, то получаешь такие эмоции, которые просто не передать. Теперь я понимаю, что испытывают суицидники, которые кидаются в пропасть. Перед прыжком ты стоишь на самом краю моста и ноги подкашиваются настолько сильно, что нечаянно можешь упасть. Поэтому сотрудник до момента прыжка придерживает тебя сзади. Перед прыжком вас взвешивают и маркером на руке пишут вес. Делают это, видимо, для того, чтобы правильно выбрать резиновый канат. Если я не ошибаюсь, то они разной упругости. Процесс моего привязывания я помню очень смутно. Голова в этот момент думает непонятно о чем. Помню только раз, два, три, прыжок. И я, хорошенько оттолкнувшись, прыгаю максимально вперед. Никаких неприятных ощущений, только сильное ускорение и молниеносные мысли. Канат выдержит? А вредно ли висеть вниз головой? Все это происходит очень быстро. Буквально 3-5 отпружиниваний, затем ты повисаешь вниз головой и тебя начинают поднимать. После этого прыжка из моего списка стоит попробовать ушел еще один пункт. В общем, друзья, попробовать стоит. Рекомендую. Друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Удачи вам и пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова